Жену Андрея Зельцера перевели в СИЗО в новинки. Мария Успенская пройдет психиатрическую экспертизу. И вот сегодня аж два человека со мной говорили по поводу роли женщин. И я заметочки такие для себя сделал. Вот попробую по этим заметкам вам рассказать. Потому что я сказал, что отвечу в эфире по поводу роли женщины. Вот как раз Мария Успенская является для меня тем светлым образом, который вдохновил на это. Вот посмотрите, что мы видим. Допустим, февральская революция была. Кто первый вышел? Суфражистки первые вышли. Потом уже за ними солдаты и так далее. То есть, мы видим всегда, что женщины выходят первые. Что главный символ революции, но во Франции, например, это символ женщины. Символ свободы, символ женщины. Мариан в колпаке фуфрагийском. Это символ освободившегося раба. Это же не конкретно, не персонально. Там какая-то женщина. Это образ такой. Да, долгова там. Свобода ведущего народа. Тоже женский образ. Главный женский образ. Почему? Вот я сегодня разговаривал с одним человеком, очень умным. И я говорю, что у нас женщин мало. Даже если посмотреть, сколько женщин среди соратников, среди наших зрителей, то получается, что это чуть больше 15%. А надо обязательно агитировать женщин. Для чего? Для того, чтобы они стали агитаторами. Лучшие агитаторы, пропагандисты, это женщины. Почему? Потому что они выгонят своих мужиков сразу. Иди воюльный. Иди там. Разбирайся и так далее. Ты мужик или не мужик? Мужчины очень инертны. Так что необходимо записывать названия, которые зачитывают женщины. В пропаганде использовать обязательно приемы женщин. Вот как Мария Успенская. Это очень хороший пример. Почему? Обратите внимание. Мне как раз и сказали. Говорят, а вот очень много троллей женщин. Я говорю, нет, это не тролли, не женщины. Это тролли, которые называются женскими именами. Потому что женщинам доверия больше. То есть, вот, по принципу, женщина плохого не пожелает. Не захочет. Если женщина хочет насилия, значит, другого выхода нет. Она в любом случае пытается обойтись всегда без насилия. Вот я написал. Женщины даже на стороне Путина полезны тем, что вызывают негодование других женщин и будет их. Поэтому нам нужно выходить на женские платформы и вести там жесткую агитацию. Абсолютно точно. Так что давайте подтягивайте женщин, которые подтянут нам всех мужчин. «Слава ты, бабник, слишком о них хорошо думаешь». Я, безусловно, люблю женщин, но я еще и прагматичный человек. Еще я хорошо знаю историю. Я знаю, кто в истории, так сказать, всегда являлся движущей силой. И вот в такие моменты. Это женщин. Когда речь идет о революции, о свержении насильственным путем власти монарха или какой-то власти, которую считают легитимной, основными бывают женщины. Знаете почему? Потому что женщины объявляют власть нелегитимной. Они объявляют. Никто, кроме женщин, не может объявить. Если ты будешь объявлять власть нелегитимной, на тебя посмотри, скажут, да ладно, что-то ему не нравится, что-то ему не дали, что-то еще. А если женщины объявляют власть нелегитимной? Ну как, они же говорят, этот монах или Вова Путин нелегитимный. Они говорят, дай нам хлеба, дай нам то, дай нам это или уходи нахер. Вот что они говорят. Поэтому это сие есть истина, понимаете? Вы можете хотеть что угодно, но жизнь устроена именно так. Продолжение следует...